от пациента 9 дней назад 29 апреля появилось небольшое першение в горле но горло не болело на следующий день начал пить ампицелин два раза по тысяче начал пить из-за того что страдаю хроническим бронхитом и два месяца назад болел бронхитом тяжелой форме с высокой температурой и кашля снимок не делал тогда антибиотики пил те же 30 апреля к вечеру мне стало дышать тяжелее а утром вообще стало плохо думал что задохнуть вызвал скорую поставили диагноз бронхит сказали коллоид два раза церквитоксона 1000 миллиграмм два раза и пить от кашля на следующий день наступило облегчение делал ингаляции ставил горчичники пил бронхолитин 4 мая стало резко плохо совсем плохо было дышать вечером вызвала опять скорую опять сказали что ничего страшного и добавили еще азидромицин 501 день 5 мая пошел сдал плат на кт тест на коронавирус по заключению кт нужно было вызвать врача на дом или скорую но это опять не дало никаких результатов сегодня седьмой день делаю уколы сказали делать 10 дней состояние у меня сейчас стабильное утром температуры нет вечером 37 тест на коронавирус еще не готов но ведь пока ты ставит диагноз мне нужно компетентное мнение о моем диагнозе и самое главное как лечиться ведь я знаю что при коронавирусе обязательно коллет антикоагулянты и пьют противовирусные врач диагноз не ставит пока прошу помочь постановке диагноза и выбранном лечении консультативное заключение по представленным кт томограммам пациента 1971 года рождения дата исследования 5 мая 2020 года область исследования органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии с использованием деконструкций в сагитальной аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки легкие расправлены справа в с 8 определяется фокус снижения пневматизации легочной ткани по типу матового стекла диаметром до 21 миллиметра слева выявлен аналогичный участок в 6 размером 65 на 55 на 43 миллиметра на границе с с 10 участок диаметром 20 миллиметров в с 5 12 на 8 миллиметров в с 4 11 на 7 миллиметров ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушена средостение не смещено и не расширено новообразование в нем не визуализируется внутригрудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры жидкости плевральных полостях не выявлено костных травматических и деструктивных изменений не определяется сердце аорта без особенностей диаметра легочных артерий в пределах возрастной нормы подмышечные лимфатические узлы не увеличены заключение кт картина двухсторонней полисегментарной вероятной вирусной пневмонии умеренной степени тяжести кт-2 рекомендована консультация терапевта ассистент кафедры кмн котов м а комментарий врача рентгенолога у вас пневмония с двух сторон но больше поражено левое легкое пневмонии по всей вероятности вирусная по данным кт сказать что это именно к вид 19 невозможно но вероятность этого более чем велика тяжесть ним они умеренно по сути поражен только шестой сегмент левого легкого в остальных сегментах единичные фокусы инфильтрации вам нужно проконсультироваться с терапевтом по поводу дальнейшего лечения сейчас такой тяжести как у вас умеренный не госпитализирует а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok